всем привет это будет короткое видео о том как я смог побороть вот эту вот штуку потому что под windows она много у кого глючит и я перекопал весь интернет у меня синяки под глазами но я разобрался ну по крайней мере хотя бы на 80 процентов с кучей глюков которые есть под windows на focus right итак давайте сначала я попробуем рассказать кратко сразу же как я смог в конечном итоге решить проблему а проблема у меня была в том что в произвольные моменты появлялись и гличи появлялись задержки звук становился рваным как будто переполнялся буфер хотя ну как бы то вы просто там слушайте музыку или играете в игру ли вообще ничего не делаете да то есть какая-то там работа в аудиоредакторах решение проблемы если кратко для тех кто там не будет смотреть весь ролик это установка asio link pro это очень крутая программа очень крутая утилита которая по сути является оберткой для драйверов для драйверов для внутреннего микшера windows честно говоря я не специалист и так и не смог разобраться как именно там все работает и как работает именно asio но проблема как я понял из слов focus right и слов остальных в том что windows довольно сложная штука и там перебивается так сказать их работа их драйвера до другими там драйверами другими прерываниями например от видеокарты при работе asio вот как бы это все вроде как в обход идет соответственно как бы установка asio link pro tool мне просто все это решило это как бы приложение такое довольно несложное вы здесь можете здесь ничего настраивать не нужно если вы просто хотите запустить то есть нам установили запустили все поехали все это нормально работает и у меня почему-то сразу исчезли глюки у вас при установке этой приложухи есть звук пойдет через весь звук пойдет через нее то есть у вас теперь будет называться например вот мне называется спикерс то есть мои динамики 1 до asio ва драйвер про то есть у меня остались мои основные вот динамики но как бы они идут через вот эти то есть asio link pro берет на себя управление этой штукой и если понятное дело я зайду в windows sound panel то здесь у меня также вот есть динамики да есть вот эти вот спикеры до которые то есть эмулирует грубо говоря от этот asio link pro то есть через них идет звук так и запись тоже то есть как бы можно через пропускать asio link pro можете пропускать через ваш стандартный то есть так сказать напрямую через аудио интерфейс но суть в том что все link pro позволяет вам еще коммутировать все это дело если вы там хотите например запустить один звук там из одной программы в другую или например дискорде играть на гитаре одновременно там вашим слушателям или там вообще устроить репетицию там дискорду да там это все возможно здесь это очень сложная приложуха и очень очень классная я смотрел обзор на нее и кстати рекомендую вам вобьете просто в поиске asio link pro да я ссылочку наверно ставлю то здесь найдете вот николай узлов да ну он первый просто здесь кто вот если вбить asio link pro он отлично просто объяснил все вот этой вот фишки этой программы что она может что она не может как она работает да ну тут есть и другие видео вот это решило мои проблемы теперь расскажу как я пробовал решать проблемы по методу так сказать того что рекомендует focus right можно зайти на сайт focus right и зайти в раздел support help center то есть в саппорте получается у вас есть troubleshooting да и как бы здесь можно почитать если вы английский знаете понятное дело то есть можно почитать много тут есть интересных советов по поводу того что к примеру следует для начала выставлять 48 тысяч sample rate и buffer size 192 если вы работаете там skype или дискордом потому что эти приложения используют как бы ну эти значения как правило также они рекомендовали попробовать обновить все драйвера включая видео и так далее ну честно говоря как я почитал в интернете это мало кому помогает чтобы пообщаться с техподдержкой focus right немногие почему-то заметили это но в этом разделе вот здесь справа внизу появляется онлайн чат но он появляется только тогда когда у них рабочее время и когда у них нет очередей там больших то есть вы должны там обновлять страничку будний день до в рабочий по их времени а это англия опять же точнее англия это у них помощь и смотреть когда появляется у них чат здесь вот значит что еще пробовал естественно я заходил в питание изменение схемы управления питанием здесь вы можете здесь вы можете поставить сразу высокую производительность но если у вас свой какой-то план питания то здесь важным будет это параметры usb вот они параметр времени временного отключения избе порта значение запрещено то есть это для того чтобы вас временно не отключались и избе порты в принципе они рекомендовали также не они в интернете много кто рекомендовал также зайти в диспетчер устройств диспетчере устройств найти раздел и usb где нас контроллеры usb здесь у вас есть root какой-то контроллер да ну еще тут несколько не знаю зависимости от вашей материнской платы устройств получается вам по сути нужно зайти в свойства и вырубить отключение устройства для экономии энергии то есть эта галочка должна быть убрана мне это все опять же не помогло кому-то помогало может вам поможет мне это не помогло соответственно я пошел дальше мне нужно было посмотреть что же у меня вызывает вот эту всю кашу с прерываниями я работал через лэд инси монитор мире порекомендовал фокус райт эта штука отслеживает то ну так сказать задержки системы да то есть что на себя больше всего берет в системе то есть какой драйвер до перехватывает понятное дело что я это теста например опять же там каких-то тяжеловесных там 3d приложениях да то есть где я работаю там как бы очень редко но перехватывал драйвер nvidia в играх он перехватывал моментом то есть как бы все проблемы начинались после того как дергала драйвер nvidia когда он там довольно сильно скакнул то есть вы можете это посмотреть это будет в отчете вот здесь в этой же программе можно посмотреть даже отчет естественно поставка возьмете play он будет записываться можно даже посмотреть по процессам еще также что вызывает больше всего вот этих вот page folds опять же когда я поставил asio link pro и когда почему-то звук через не упустил у меня пропало такое большое количество вот этих вот page folds это насколько я понял проблемное обращение к странице памяти какой-то да я обновлял все драйвера я писал бы nvidia я писал также в asus но ты моя материнская плата и они принципе nvidia как бы порекомендовали мне попробовать утилиту я уже не помню как она называется но суть в том что она все равно вам как бы особо не поможет по десятку как я понял на толком не работала в том чтобы уменьшить приоритет и вот сейчас боюсь ошибиться но что-то там такой какая-то была странная такая фраза что можно уменьшить приоритет прерывание видеокарты над юсб портами для того чтобы то есть в ваша видеокарта как бы ну имела нежный приоритет над юсб портами в плане прерываний возможно я ошибаюсь и сказал сейчас чушь но суть в том что они это рекомендовали и ну принципе резонно но я не смог запустить эту программу не знаю почему она у меня не запускался хотя говорили что он у них запускалась по итогу то есть как бы и решил обойтись по-другому чем еще как бы я решал эту проблему ну понятное дело полная переустановка всех драйверов и полная деинсталляция аудио драйвера она как бы не помогла то есть и установка даже драйверов от второй версии то есть у меня от этого третья версия да я пробовал стать от второй версии некоторые написали что кому-то помогает да кстати они подходят от второй версии вы можете поставить драйвера от второй версии и потом накатить даже от третьей версии наверх кто-то там такое писал но мне это тоже не помогло я пробовал переключаться между разными юсб портами я пробовал переключаться на даже 2.0 юсб порт может быть пригодится есть еще такая тема как контроллеры пися юсб вот такие вот которые вставляются ваш пися и порт стоят они недорого но они могут решить вашу проблему потому что по сути вы пустите ну как бы это будет отдельное прерывание как я понимаю да то есть работают с этими устройствами они идут то есть пися и уже я думаю это может решить проблему я не пробовал но я думаю что это тоже офигенное решение проблемы про нее почему-то тоже никто не говорил там да то есть ну просто никто не хочет покупать еще там дополнительно к дорогущему комплекту к этому да ну как относительно дорогущему до покупать еще вот такую штуку но она тоже может решить проблему, я считаю, по крайней мере, что так. Ну вот как-то так, если у вас какие-то вопросы будут, пишите, я не спец, но, по крайней мере, в этом хоть как-то смог разобраться, потому что просто заколебало вот на тот момент, просто переключаться между устройствами, потому что, ну, единственное, что мне решало, мне помогало решать эту проблему, это вот такой вот BAT-файли, который нашел в интернете, либо переключение, вот когда глючило, да, переключение между вот этими устройствами туда-сюда, это тоже помогало, то есть, по сути, перезагрузка службы Windows Audio решала проблему, когда у меня появлялись глюки. В этом файлике, по сути, находятся просто простые команды, это остановки службы и запуск заново службы. Ну вот, по сути, это решало, то есть, проблему, ровно как некоторые перетыкивают USB, да, там, когда у них заглющивает звук, ну вот как-то так. Спасибо за внимание и надеюсь, что кому-то это поможет, потому что я провел несколько бессонных ночей, чтобы это решить, и, ну, спасение найдено, короче, пока новый драйвер не вышел, и как бы проблем нету, я и работаю в гитаре, генгитаре играю, проблем тоже нету с задержками, и все супер, и, ну, не знаю, то есть, как бы удобная штука, особенно мне понравилось в iSEO Link Pro, что, да, можно, то есть, прям в Discord пустить гитару или еще куда-то, если разобраться, как работает, потому что там, ну, немножечко сложно. Ну, как-то так. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok